Молодежный саммит ВП-20 пройдет в этом году в рамках представительства Российской Федерации с 18 до 21 июня в Санкт-Петербурге. Именно с цикла саммита начнется Русский народный экономический форум. С последующим приглашением делегатов участвовать в нем буквально месяц назад мы с Ксенией Валентиновной и Еленой Бочаровой презентовали его. И там очень много говорили о том, как важно, чтобы российская молодежь была достойным образом представлена. И вот для нас всех я бы хотел попросить тех ребят, которые участвовали в конкурсном отборе на этот саммит, поднять руки. Мы видим, да? Повыше, понимаете, сколько? Раз. Инал, Инал, Патуч, вы позором напомните. Соответственно, есть ребята, даже стоящие в этой аудитории, которые участвуют в конкурсе, есть те, которые прошли в число 30 победителей второго этапа. И эти 30 победителей, они уже получают право участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. И они будут бороться за право представлять российскую молодежь. На саммите группы 20 всего 5 человек поедут на саммите от России, так же, как от каждой из 20 стран. Плюс каждая приглашенная страна российского председательства будет представлена одним человеком. Российское председательство в этом году пригласило 6 стран. Это Казахстан, Эфиопия, Сенегал, Броней, Сингапур и Испания. Первая для этого формата. Соответственно, эти делегации тоже будут представлены. Очень важная работа начнется 1 мая на интернет-площадке нашего сайта, вайклассандраша.ру. Все международные делегаты будут уже отобраны к этому моменту. И они в интернет-пространстве сами сформируют свою повестку. В повестку дня обсуждения на саммите по двум широким категориям. По теме финансов, естественно, реформирования мировой финансовой архитектуры. и те аспекты, которые им покажутся наиболее сложными, и теми, где необходимо просто что-то делать больше всего. И второй аспект – это устойчивое развитие. Соответственно, все делегаты самостоятельно сформируют по четыре подпункта в рамках этих широких категорий. И уже в интернете, в середине мая, приступят к формированию своих предложений, собственно, к написанию финального документа, коммунике, обращение главного государства и правительства группы 20. Хочу вам сказать, что по опыту прошлых лет действительно главный государств прислушиваются. Результаты работы молодежной 20-ки в Мексике, например, в прошлом году отражены в декларации саммита лидеров. Соответственно, в Мамзацинке написано о том, что эти идеи нашли действительно большую, получили высокую оценку, и лидеры поблагодарили молодежи за ображением своего мнения. Поэтому мы очень сильно, с огромным энтузиазмом смотрим на эту возможность для мировой молодежи. В этом году и надеемся, что российская молодежь, подкрепленная в том числе докладом молодежной стратегии, сможет представить действительно качественные инновационные предложения, которые смогут помочь найти такие сложные ответы, найти ответы на такие сложные вопросы, например, о завершении Тахийского раунда, о чем говорил Теня Валентиновна, и, естественно, другим. Наверное, это все. За работой молодежи двадцатки можно следить и во всех социальных сетях, и на нашем сайте www.way20russia.ru. Поэтому процесс является очень открытым. Каждый может в нашем виртуальном пространстве оставлять свои какие-то идеи, мысли, которые мы так позже будем транслировать и делегатам. И самое главное, то, что результирующая этого саммита, должна закончиться тем, что шерфы, а потом лидеры, ресурсы, узнают о предложении от молодежи, о чем Теня Валентиновна торжественно пообещала на предконференции ВИА Новости как раз месяц назад. Так что пожелайте нам успехов. Мы постараемся сделать так, чтобы действительно молодежь в этом году предложила нечто крутое. Спасибо.